привет друзья как часто вы смотрите по утрам на себя в зеркало в поисках несуществующих недостатков или же недовольны своим внешним видом хотя особых поводов для беспокойства попросту нет люди склонны следовать несуществующему идеалу постоянно обесценивая то что имеют хотя в мире есть множество случаев самых невероятных и порой печальных генетических ошибок природы которые не просто портят целые жизни людей но лишают шанса что-то исправить и именно такие истории учат полностью принимать себя не делать лишних поблажек и продолжать жить нормальной жизнью вопреки своему внешнему виду они-то сам хаджи раут из маленькой деревушки вблизи города пуно в центральной индии никогда бы не подумала что станет матерью детей оборотней они-то вынуждена была выйти замуж очень рано когда еще училась в школе и до самого дня свадьбы девочка даже не видела своего мужа и конечно же не знала что он страдает от редкого заболевания по словам женщины детства у нее было очень тяжелое дядя и тетя которые не хотели воспитывать ребенка после смерти родителей относились к ней очень прохладно а позже и вовсе выдали ее замуж за этого мужчину у они ты не было права выбора она обязана была жить с этим человеком а в скором времени родила шестерых детей трех из которых местная пресса позже и окрестила сёстрами оборотнями все дело в том что 23-летняя совита 18-летняя маниша и 16-летняя советри из англии унаследовали редкое заболевание от отца под названием гипертрихоз для человека страдающего от этой болезни характерен чрезмерно густой волосяной покров практически на всем теле по словам матери у девочек самого рождения была обильная растительность которая с каждым годом лишь увеличивалась на данный момент лица девушек почти полностью покрывают густые заросли черных волос их брови и вовсе могут конкурировать с бровями брежнева а такие бороды как у девочек растут далеко не у всех представителей мужского пола но даже несмотря на свои пугающие особенности сестры имеют увлечение самых обычных подростков к примеру очень любят петь и готовить но и конечно же одевать красивые наряды однако как вы можете догадаться в школе девочки сталкиваются со всевозможными оскорблениями слышат в свою сторону сравнение с животными обезьянами и это очень влияет на их моральное состояние что и говорить в индии другой менталитет люди слишком религиозные и если с виду человек выглядит нетипично то с ним никто не хочет общаться и это вынуждает скрываться девочек дома к чему сестры раут привыкли уже самого детства конечно же мать понимала что дальше так продолжаться не может ведь она желала нормальной жизни для своих дочерей и они то стала искать способы решение проблемы но как оказалось медицина в данном случае просто бессильно а если прибегать к недешевым способом косметологии то рано или поздно это приведет к тому что волосы будут расти еще больше история девочек-оборотни разлетелась по всему миру буквально за считанные дни после того как несколько лет назад к ним приехали первые журналисты и сделали серию снимков которые позже и оказались в сети многие люди после этого писали множество гадостей и разобрали фото на мемы но как бы там ни было а сестры стараются не обращать внимание на все это и продолжать жить своей жизнью более того вы сильно удивитесь но старшая сестра совета недавно даже вышла замуж при знакомстве она долго переживала и не выходила из дома и по старой индийской традиции которые до сих пор актуально в наше время увидела мужа уже у алтаря возможно стоило ожидать худшего но муж принял недуг своей невесты и они стали жить как самая обычная семья с одним лишь исключением что девушка обладала совсем уж нестандартной внешностью но как заявил позже мужчина он собирает деньги на лазерную эпиляцию стоимость которой несколько тысяч долларов сша что интересно не все сестры раут страдают заболеванием оборотня по какому-то странному стечению обстоятельств девочки с подобным заболеванием рождались у аниты через две одни с гипертрихозом другие две дочери без они то при помощи социального работника обращалась к немецким и американским врачам но для лечения необходимо было провести генетическую экспертизу через сингапур а семья не могла себе этого позволить когда семья получила приглашение поучаствовать в телепрограмме на российском телевидении то ухватилась за шанс узнать больше о своей болезни как и на родине при путешествии их встречали обезумевшие от страха и удивления глаза людей даже таможенный контроль семья раут проходила в несколько раз дольше нежели другие пассажиры результатом поездки стала комплексное обследование которое показало отклонение но они не оказались смертельными другая хорошая новая состояла в том что будущие дети сестер маловероятно будут подвержены подобному заболеванию что позволяет девушкам серьезно задумываться о создании собственных семей а теперь представьте каково было счастье они ты и девочек когда российские врачи согласились провести первый сеанс фотоэпиляции безусловно это не радикальное решение проблемы она требует еще 6 7 подобных сеансов которые стоят достаточно дорого процедура проходила непросто ведь темный цвет кожи всегда является проблемой для эпиляции по ощущениям удаление волос прошло безболезненно на процедуре сестры оказали друг другу колоссальную помощь а доктора наблюдавший за этим процессом подтвердили что сила этой семьи в настоящей взаимной поддержки при финансировании спонсоров девочки смогут пройти остальные сеансы эпиляции у себя на родине и это вполне реально после такого громкого освещения истории сестер оборотней по всему миру более того мир не без добрых людей индийский режиссер по имени шех гупта заявила своем намерении снять документальный фильм о нелегкой судьбе сестер чтобы привлечь общественное мнение к их непростому вопросу а также помочь чем собрать необходимую сумму на заветный курс лазерной процедуры и найти себе достойных мужей в общем история сестер все еще продолжается но радует одно есть еще люди которые готовы поддержать тех кто в этом нуждается и подать свою руку помощи друзья а вы видели нечто подобное обязательно пишите свои комментарии под этим видео ну а на сегодня это все до скорого и пока